Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях заслуженный художник России, почетный член Академии художеств, скульптор Раиса Алексеевна Лысенина. Здравствуйте, Раиса Алексеевна. Очень рада вас сегодня видеть в нашей студии. Давайте с вами вспомним, как все начиналось. Когда вы осознали, что вы хотите быть скульптором? То, что я хочу, я осознала уже гораздо в серьезном возрасте. А как всегда дети не осознают, что делают. Им это нравится, они это делают. Поэтому мне всегда тянуло к каким-то объемным вещам, красивым вещам. Что-то сделать своими руками. Ничего какого-то такого подвига, ничего какого-то порыва нет. Это было настолько естественно, что я делала то, что меня радует, то, что радует других. То есть к тому моменту, когда уже нужно было определяться с будущей профессией, вы сразу пошли по этому профилю. Нет? Нет. Получилось как? Восьмой класс, да, восьмой класс что-то. А к этому времени я очень любила, полюбила сказки Бажова. Камни, это вот тракотцы, вот эта вот магия камня для меня это вот была. Ну где в Рязани там аметисты, малахи, это где там? Только на картинках. Ну еще сказки такие. И все это как-то во мне вот прям вот, прям я зачитывалась, когда читала все, я ничего не слышала, ничего не видела. Все, я была там, вот в этих вот сказках, сама там бродила по этим горам. Вот. Ну подала, естественно, наше художественное училище. Ну что, больше? Ну нет у них там, вот ничего сделаешь, взяла на, по-моему, на педагогические. Вот сроду я газет не читала, но вот есть грех. А тут вдруг нет. Раиск берет газету, бамс, значит, прием учащихся, предприем абитуриентов в Абрамцевское художественно-промышленное училище. И дальше. Художественная обработка камня, художественная обработка металла. Я так быстро, на следующий день, в училище забрала документы. Один день оставался. Мама вообще в ужасе бывает. Что-то. Ребенка, ну и все равно для нее ребенок оставался. В другой город, куда-то. Это вообще ужасно для нее было. Раиса Лысенина попала в ту сказку, о которой мечтала. После окончания обучения в течение полугода она проходила практику в Мурманске, где занималась обработкой полудрагоценных камней. Однако вскоре вернулась на родину, в Рязань. Но желание учиться и совершенствоваться в своем мастерстве не пропало. Так что свой дальнейший путь Раиса Лысенина продолжила в Ленинградском высшем художественном училище имени Мухиной. На сегодняшний день Раиса Алексеевна является одним из самых известных скульпторов Рязани. Ей интересно работать абсолютно со всеми материалами, и большинство ее работ оказываются выполненными в смешанной технике. Мне нравится не конфликт материалов, не, не конфликт, а родство. Казалось бы, металл и дерево, да. А я все равно лучшего авангардиста в жизни, в мире нет, чем природа. Все в природе. Ничего авангардного художник придумать не может. Он все берет из природы. Иначе это, не имея почвы, это несостоявшееся произведение. Как бы там вот, чего бы ты ни крутил. Ну вот оно легкое, оно не притягивает, оно не дает тебе энергетику. Ну пустое. Если нет почвы. А все из природы. Вот смотришь эти палисадники старые, у старых деревянных домов. Как в эту ограду кованую врастает дерево. И они соседствуют между собой. Эти листики, они живут. Была какая-то работа, которая, может быть, интересная история создания. Может быть, вот как-то она вас особенно затронула, вот создание этой работы. Вот что-то конкретное, какая-то работа, которую мы могли бы рассказать зрителям и показать ей. Все работы. Я обо всех работах могу рассказать историю. Потому что просто так у меня рождается. Ну, первое, хорошо, что, допустим, вербное воскресенье у меня стоит на выставке. Вот. Вербное воскресенье. Приезжаю в Москву с Константином Петровичем как раз накануне вербного воскресенья. И увидела... Ну, храмов там много. Просто получилось так, что мы на Китай-городе. А когда выходишь из Китая-города, с метро, перед тобой стиснутая со всех сторон чудесная церковка. Ну, чудо. Никола в клиниках. Вот. Вхожу и забываю молиться. Вот представляете. Я вот как такая вот... Я не могу сказать о колдовной в храме. Ну, не может такое быть и нет. Другое ощущение. Что-то неземное. Во-первых, народу было. То есть, ну, мне уже некуда. Все, я уже стояла вот так вот в дверях. Но вот силуэты людей, они все, как ореолы, светятся вот этими вербочками, которые держат в руках. И вот этот вот темный силуэт молящихся, они всегда смиренные. Они не агрессивные. И вот этот вот у каждого, у каждого ореол, вот светящийся ореол верб. А там вот перед людьми, там вот на совсем заднем плане торжествует эконостас. То есть, там золото, освещенное свечами. Это переливы. Боже мой, это какая была красота. Это, ну, просто невероятно. Все это вот запечатлелось у меня. Я где-то, наверное, год. Год он тут сидит. Это же не сразу прямо сейчас я пришла и сделала. Нет. Как, как, как? Вот сделать что? Вот как выразить это? И элементарно. Причем самыми простыми, с минимальными средствами. У меня были старые доски. Старые выветренные доски от нашего старая. Там мы еще с отцом эти вот... Что-то я там у него когда таскала, эти молотки прибивала. Они с годами поветриваются, вот эти доски. И серебристость какая-то такая, золотистость, серебристая вот фактура. Ну, думаю, ну вот валяются, а жалко выкинут. Ну, красивые. Ну, думаю, что делать? Вот тут вот как раз вот... Так вот они, вот они, как раз вот это вот. Иконостас на помойке нашла. Не иконостас, а икиот. Икиот. Икиот выброшенный от иконы там нет. А старые икиоты очень такие они добротные. Еще позолота осталась там. Там глубина такая. Тоже пошло дело. Проблемы с вербами. Думаю, ну как, ну что мне веточки там делать, да? Вот на парапроволочках там, чтобы они заражали. А как языком условным выразить то, что тебя поразило? И у меня вышли просто лучи. Лучики из белого дерева. А так как мне всегда нравится позолоту вводить, она какая-то праздничная. Вот несколько искринок позолоты, и все преображается. То есть даже лишних слов-то не надо было. Вот история одной работы. Вы на сегодняшний день являетесь, насколько я знаю, единственным в Рязани почетным членом Российской Академии Художеств. Да. Посчастливилась. Как так посчастливилась? Ну вот, ну как так посчастливилась? Нет, я вот пришла и говорю, давайте мне академика. Ну, нам интересно, мы же не знаем, как сам процесс происходит, как становится. Ну, во-первых, естественно, мне все-таки уже благодаря тому, что я выставляюсь, значит, Держи все видит, и в Академии тоже видели мои работы. Общались я, общалась у нас есть великолепные друзья, художники, общение. И когда подаются документы и рассматриваются на их президиуме, а потом звонят и говорят, мы избрали вас. То есть вы по вашему творчеству подходите. Какие чувства испытывает художник, когда его признают на таком высоком уровне? Ну, я не верил. Нет, нет. Пойду чайку попить. Что-то тут как-то. Потому что это, то, что, во-первых, это великая честь, и то, что тебя признали, твое творчество признали. Значит, действительно, мое творчество было оценено академиками, где очень сильная реалистическая школа, наша русская, потрясающе сильная школа. Поэтому, во-первых, это действительно великая честь, а потом, извините, это уже обязывает. Спасибо большое, что сегодня вы нашли время прийти к нам. Я думаю, зрителям было интересно. Я надеюсь. Спасибо. И будем надеяться, что вы будете продолжать радовать нас своими выставками и своими работами. Постараюсь. Спасибо большое. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Всего вам доброго. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова